Семья Александра Филипова, директор Центра социальной поддержки населения Хабаровского края. В социальной сфере работает 30 лет. В Еврейской автономной области возглавляла Комитет социальной защиты населения. Хабаровским ведомством руководит ГОД. Контролирует, чтобы все реализовали свои социальные права. Сегодня поддержка семьи, материнства, детства – это приоритетная задача государства. И сегодня в рамках национального проекта «Демография» существует ряд программ, которые направлены именно на поддержку семей, имеющих детей. Одна из таких программ – финансовая поддержка семей при рождении детей. В рамках этой финансовой поддержки существует несколько видов выплат и компенсаций – три типа материнского капитала. Все социальные меры зависят от количества детей, их возраста и потребностей, а также финансовой ситуации в семье. Хочу отметить, что благодаря такой поддержке количество многодетных семей в нашем городе растет. Для сравнения, можно сказать, что в 2016 году многодетных семей в городе Хабаровске насчитывалось где-то 4,5 тысячи. А то сегодня уже таких семей у нас 9255 семей. Сопровождать маму государство начинает с того момента, когда женщина узнает, что ждет малыша. Марианна Гейт, мама двоих детей, находится в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком. Охотно пользуется всей финансовой помощью от государства. Они безусловно помогают, потому что расходная часть вот этих всяких подгузников, пеленок различных, клеенок – это да, это большая часть бюджета семейного однозначно. Сколько бы ты, как бы ты там хорошо себя не чувствовал, либо там скромно ты живешь, в любом случае это никому не лишние деньги, никому. Будущие мамы, которые работают, первые выплаты получают от Фонда социального страхования. Отношения с ведомством устанавливаются через работодателя. Ирина Ким, заместитель директора филиала номер 7 Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования, контролирует выплаты пособий по материнству и детству. За счет средств фонда мы выплачиваем пособия по беременности и родам, единовременное пособие за ранние сроки постановки на учет, единовременное пособие при рождении и ежемесячное пособие до полутора лет. За 70 дней до родов женщина уходит в декрет. В медучреждении ей выдают больничный лист по беременности и родам. Он действует 140 дней, 70 до и 70 дней после рождения ребенка. Его необходимо принести работодателю. Ему же следует отдать справку о ранней постановке на учет. Ее выдаст акушер-гинеколог. Стаж здесь не учитывается. Больничный лист по беременности и родам у нас выплачивается 100%, независимо от стажа. И по законодательству по налогам он не облагается НДФЛ, 13%. Первым делом после роддома Мариана зарегистрировала новорожденную Эму через портал государственных услуг. Она оформила электронное заявление, внеся данные паспортов родителей и свидетельства о браке. Записалась на прием в ЗАГС по месту жительства и получила там бумажное свидетельство о рождении ребенка. Таким же образом через портал женщина оформила СНИЛС. В нашем веке однозначно это удобно. Особенно если дети спят и спят долго, то даже если ты плохо разбираешься в этих программах, в компьютерах, то тебе часу точно хватит, чтобы все это сделать. При рождении ребенка можно получить налоговый вычет. Его сумма зависит от того, какой ребенок по счету, а также от состояния его здоровья. Заявить о праве можно через работодателя или на сайте налоговой службы. Еще один необходимый ребенку документ – полис обязательного медицинского страхования. Новорожденный малыш до выдачи свидетельства о рождении и в течение 30 дней после получает медицинскую помощь по полису матери или другого законного представителя. Далее ему необходимо иметь свой. Чтобы его оформить, нужно выбрать страховую компанию и заполнить заявление. К нему надо будет приложить паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка. Больничный лист оканчивается. 140-й день, грубо говоря, у нас наступает. И мамочка должна прибыть на предприятие, подать заявление на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Это первое. Второе. При рождении ребенка мамочке выдается справка. И в этом случае справка на пособие единовременно называется пособие у нас при рождении. Эту справочку она также предоставляет работодателю. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком – это 40% от среднего заработка мамы. У него есть минимальные и максимальные размеры. Минимальное пособие – 7 тысяч рублей. Максимальное – почти 30. Право на пособие по материнству и детству имеют и индивидуальные предприниматели. Чтобы получить их, нужно заключить добровольный договор с фондом социального страхования и оплатить страховой взнос. Он рассчитывается у нас, варьируется от минимальной заработной платы. Это минимальная заработная плата, на сегодня она была 12,792. Умножаем на 2,9% – это страховой тариф, связанный с материнством и детством. И умножаем на 12 месяцев. В результате получается сумма 4,451. Прибавляем к нему районный коэффициент. Эту сумму индивидуальный предприниматель должен оплатить до 31 декабря. Кроме пособий, которые мама получает от фонда социального страхования, есть еще ряд выплат. Их оператор – Краевой центр социальной поддержки населения. Наталья Толканова – заместитель начальника отдела социальной поддержки населения Кировского и Краснофлотского районов. В соцподдержке работает уже 15 лет. Через нее прошли десятки тысяч людей. Каждого она выслушала, помогла оформить подходящую льготу и получить необходимую помощь. Обратиться за предоставлением выплат можно лично на прием, через портал государственных и муниципальных услуг, либо многофункциональные центры. Семьи с детьми имеют право на целый список поддержки. Если оба родителя – студенты-очники, им выплачивается 22,5 тысячи рублей при рождении ребенка. Но обратиться за ними необходимо не позднее шести месяцев после появления малыша. Также им выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере 8,5 тысяч. При рождении первого ребенка семьям выплачиваются. Единовременная денежная выплата в размере 32,5 тысяч рублей. За выплаты необходимо обратиться до того, как ребенку исполнится один год. Ежемесячная выплата в размере 16,5 тысяч. В том случае, если доход на одного члена семьи не превышает 32,5 тысячи рублей. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения первого ребенка назначается. Если семья обратилась за выплатой до исполнения ребенку шести месяцев, то назначается с даты рождения до исполнения ребенку одного года. Если семья обратилась за предоставлением выплаты после шести месяцев, назначается с даты обращения до исполнения ребенку одного года. На следующий день после исполнения нужно подтвердить свое право. И выплата будет также назначена с даты обращения до исполнения ребенку двух лет и трех лет соответственно. При рождении второго ребенка семье выплачиваются. Единовременное пособие в размере 5000 рублей. Обратиться за ним необходимо, пока ребенку не исполнился год. Также, если второй ребенок в семье рожден начиная с 2019 года, то семья имеет право на региональный материнский капитал. Его сумма составляет 30% от федерального. В 2021 году это почти 192 тысячи. Гражданин изначально обращается с заявлением и необходимыми документами для определения права. То есть, если гражданин имеет право на региональный материнский семейный капитал, выдается решение о предоставлении капитала. Если на краевой материнский семейный капитал, выдается гарантийное письмо. Региональный капитал семья Гейт получила совсем недавно. Теперь планируют направить его в ипотеку. Разнополые дети обязывают к большим площадям. Консультировались, вдруг мы не задержимся, например, в Хабаровске, или вообще поменяем здесь же, допустим, жилье лет через пять-через семь. Что сложности выводить маткапитал? Никаких сложностей нет, если ты также покупаешь жилье в будущем. То есть не просто продаешь его и деньги в никуда и тратишь на себя. А покупаешь жилье, то точно так же материнский капитал спокойно выводится и вводится в другие доли. Ирина Глазырина. Заместитель управляющего Пенсионным фондом России по Хабаровскому краю и еврейской автономии. Пенсионный фонд оформляет и выплачивает материнский капитал. Если изначально материнский семейный капитал полагался семье, в которой рождался второй ребенок, то начиная с 2020 года уже семьи, в которых появляется первенец, они тоже имеют право на материнский семейный капитал. Когда в семье появляется первый ребенок, они получают материнский семейный капитал – 483 тысячи рублей. За второго ребенка еще 155 тысяч. Если первый ребенок рожден до 2020 года, то при рождении второго семья разом получает 639 тысяч рублей. Каждый год эта сумма индексируется. Даже если семья частично потратила маткапитал, оставшаяся на счету сумма индексируется согласно уровню инфляции каждое 1 января. Здесь же участвуют дети и усыновленные, в том числе, с таким нюансом, что это не могут быть подчерцы и пасынки. То есть, если женщина-мужчина заключают брак, у одного из них есть уже ребенок, и в этой семье рождается второй, будет считаться один ребенок, скажем так, несмотря на то, что, например, может быть второй усыновлен, либо отцом, либо матерью. При рождении третьего и последующих детей семье выплачиваются. Ежемесячная денежная выплата до трех лет в размере 16 тысяч рублей, если доход на одного члена семьи не выше 39 тысяч. Если оформить выплату до того, как ребенку исполнится год, начислят деньги сразу за все пропущенные месяцы. Если позже, то только за предшествующие 12 месяцев. Также выплачивается краевой материнский семейный капитал. Для детей, рожденных до 2019 года, 208 тысяч рублей. Для рожденных с 2019 года – 260 тысяч. Чтобы получить федеральный материнский капитал, ничего делать не нужно. Когда ребенок будет зарегистрирован, все сведения поступят в пенсионный фонд. И в течение пяти рабочих дней в личном кабинете мамы на сайте пенсионного фонда появится электронный сертификат на мат-капитал. Что касается регионального и краевого мат-капиталов, право на них выдается в бумажном виде. Есть несколько направлений, на которые можно потратить материнские семейные капиталы. Федеральный можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов, ежемесячную выплату при рождении второго ребенка и накопительную пенсию мамы. Региональный и краевой капиталы можно вложить в те же направления, кроме пенсии мамы и ежемесячной выплаты. Также этими деньгами можно оплатить медицинские услуги для родителей и детей. Материнский капитал можно потратить целиком на одно направление, а можно частями на несколько. Ирина Булгакова. Мама четверых детей. Пользуется всеми возможными программами, льготами и бонусами, чтобы создать для своих ребят комфортные условия для жизни. Если сравнить многодетных где-то 90-х, 2000-х годов и нынешних многодетных, это, конечно, две разные категории, потому что раньше я могу сказать, что выживали. Сейчас помощь государству очень хорошая. Свою трехкомнатную квартиру, где комфортно будет жить всем четверым детям, Ирина Булгакова создавала с помощью всевозможных выплат от государства. С деньгами на квартиру помогла молодежная программа, когда было еще два ребенка. Потом с рождением каждого оформляла документы на возврат 5% от стоимости жилья. Также все материнские капиталы она направила на погашение ипотеки. Воспользовалась новой выплатой и от Минстроя, которую ввели с 2018 года. Ввели новую выплату погашения основного долга в размере 450 тысяч за третьего и последующих детей. Это большой такой пласт в помощи многодетным семьям. Мы тоже воспользовались с четвертым ребенком. Можно сказать, дети помогли семье Булгаковых закрыть ипотеку. Однако создание комфортной жизни для них тоже требует немалых ресурсов. Поэтому Ирина регулярно занимается оформлением пособий. Автоматически ничего не происходит. Нужно подавать документы либо в органы соцзащиты, либо в МФЦ. Несли весь пакет документов. Все свидетельства о рождении, справки о том, что дети прописаны, паспорта родителей, свидетельства о регистрации брака. Если семья является малоимущей, она может получить еще ряд выплат. Это ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 50% от регионального прожиточного минимума. Если при ее получении среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума, то выплата повышается до 75%. Если и в этом случае не достиг, тогда выплата назначается в стопроцентном размере регионального прожиточного минимума. Впервые для предоставления данной выплаты учитываются имущественные критерии семьи. То есть в семье можно иметь одну квартиру, одну машину, один дом, один дачный участок, за исключением многодетных семей. При изменении дохода семьи можно увеличить выплату. Уложив младшую дочь спать, Ирина Булгакова занимается переоформлением пособия. Буквально 5 минут. То есть нужно ввести данные детей, свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака, данные папа с мамой. Ну и все, и подать, нажать кнопочку. Также малоимущие семьи имеют право на пособие для детей с рождения до 18 лет. Его базовый размер 420 рублей. Для детей одиноких матерей 560. Для детей из многодетных семей, детей инвалидов, детей, родители которых являются инвалидами, чьи родители уклоняются от алиментов, учатся очно или относятся к коренным малочисленным народам, выплачивается 1400 рублей. Пособие назначается на 12 месяцев. Также дети от 6 лет из малоимущих семей имеют право на путевки в загородные оздоровительные лагеря. Кроме того, все дети от 4 до 15 лет, независимо от доходов семьи, имеют право на путевку в санаторий. Для этого необходима только рекомендация врача и справка из медицинского учреждения. Ирина подала заявки на двоих детей в загородный лагерь и сейчас ждет ответа. Есть семьи, которые нуждаются в большей помощи. Для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, работает Центр социальной помощи семье и детям. Оксана Белалова. Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе Центра социальной помощи семье и детям. 21 год помогает детям и родителям сохранить семью. Родителям преодолеть трудную жизненную ситуацию, справиться с пагубными привычками, а детям чувствовать себя в безопасности. К нам в учреждения могут обратиться как родители, так и сами дети, которым нужна социальная помощь. Бывает, поступают информационные сообщения из отделов полиции, из детских поликлиник, из перинатального центра, что в семье родился ребенок и мама в зоне риска. То есть вот разные пути, когда мы начинаем взаимодействовать с той или иной семьей. Главные приоритеты Центра – обеспечить безопасность детям и сохранить семью. Для этого в Центре одновременно работает несколько служб. Ты цветочек у нас. У нас цветочков должно быть много. В отделении социальной реабилитации сейчас живут 46 детей. Здесь они оказались по акту полиции или по личному заявлению. Возможно, обратились законные представители или отдел опеки. Их родители находятся в трудной жизненной ситуации. Некоторые внезапно потеряли работу. Большинство имеют проблемы с алкоголем или наркотиками. Здесь ребята могут находиться от нескольких недель или месяцев до года. Пока с ними работают социальные педагоги, психологи, их мамами и папами занимаются другие службы Центра. Если видим, что у семьи есть проблема или алкогольная зависимость, то есть беседуем первоначально, выясняем круг проблем, что мешает, как долго человек употребляет спиртные напитки. Затем специалисты нашего учреждения сопровождают семью на беседу к врачу-наркологу. И врач-нарколог уже выбирает профилактические меры, какие можно применить к данной семье и какой путь лечения. Если проблема в отсутствии работы, тогда специалисты учреждения связываются с Центром занятости. Если потеряны документы или с ними проблемы, в Центре готовы помочь юристы. Здесь нет очередей и записи. Специалисты готовы принять любого. Некоторые семьи сотрудники просто наблюдают на дому. Они посещают их и оценивают ситуацию в семье. Семья знает, что мы приезжаем, что мы контролируем. Но контроль в основном те семьи, где есть алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, где существуют угрозы жизни и здоровья для несовершеннолетнего. Такие семьи на особом контроле. И специалисты выезжают в эти семьи не один раз в два месяца, как заявлено в индивидуальной программе, а гораздо чаще. Специалисты также помогают семьям провести время вместе с детьми и организовать качественный досуг. Каждый праздник они встречаются на площадке Центра. В Центре мы находимся уже более пяти лет. Всегда участвуем во всех мероприятиях. Это значит спортивные у нас мероприятия. Также у нас есть развлекательные. Мы выезжаем на мероприятия в театр, в храм ездим. То есть очень много развлекательных для детей именно делают. Большое спасибо им. Дают билеты бесплатные, да, вот в кино, да, на каску какую-то выезжают. Новый год даже тоже вот приглашают их куда-то там. Там также самые бесплатные подарки хорошие. Вот с детьми здесь. Их вот как сегодня развлекают тоже всякие игры. В следующем выпуске программы «Социальный ответ» мы более подробно расскажем обо всех мерах поддержки для многодетных семей. Какие выплаты положены родителям трех и более детей. Как получить субсидии и компенсации. Что такое социальный контракт и как с его помощью создать семейный бизнес. Субтитры создавал DimaTorzok